Тем, кто только что проснулся, мы говорим, как всегда, доброе утро. Вы смотрите программу «Наше утро» на ОТВ в студии Екатерина Назарова и Данил Саламатов. И мы сегодня говорим о географическом диктанте, о географии. Не только у нас Урал такой непредсказуемый, в том числе и по погоде, и октябрь заканчивается. Да, и по прогнозу синоптиков, новый месяц начнется с морозного и снежного дня на Южном Урале. А вот что будет дальше, расскажет наш гость Екатерина Пестрякова, климатолог, доцент кафедры геоэкологии Челгу. Екатерина Ивановна, доброе утро. Доброе утро. Во-первых, давайте сразу вы нас не убедите, а вы нам объясните, чем же отличается климатолог от привычных нам синоптиков. Синоптик, от греческого обозреваю, это погода на сутки, на ближайшее время. Они исследуют синоптические карты приземные, на высоте 5 километров, это называется АТ-500. Там давление зависит от температуры воздуха, поэтому на разной высоте будет такое давление. Это ближайшее время. Да, это да. А еще есть метеорологи, которые обычно делают анализ помесячно, сидят там. А климатолог, это, конечно, многолетний режим погоды. Климатологов у них там нет, поэтому они мне разрешают рассказать. Ну, хорошо. Тогда расскажите, что же нас ожидается. Ну, начнем с того, что вообще средняя дата перехода температуры через ноль, это 25 октября. Вот уже скоро. Ну, а погода ожидается плюс 11. То есть все-таки аномалия. Да, это, конечно, аномалия. Но это, наверное, такая была приятная аномалия. Возьмем там 96-й год, там даже в декабре мили листики. Поэтому у нас на Урале все бывает. В октябре абсолютный максимум, скажем, плюс 25 градусов, а минимум минус 24. А вот в ноябре уже круто. Там минус 36 абсолютный минимум. Ого! И максимум 17. Ну, вот я помню даже хорошо 96-й год, когда в ноябре, я еще водила тогда машину, было вообще, было сухо, в Варну я ездила. Ну, темно уже, потому что ноябрь. То есть у нас все бывает. Ну, ноябрь, конечно, у нас очень контрастный месяц. Как правило, это считается предзимье. Вот. У синоптиков они выделяют предзимье, там, предвесенье. И фенологи тоже. И вот... А вообще у нас это, конечно, не очень предзимье, потому что средняя дата начала зимы у нас 7-8 ноября. Вот кто старшее поколение помнит, как только демонстрация на 7 ноября, шуба или пальто. Исключение было начало 70-х, когда великая засуха была. Вот. А так холодина. До этого периода утепляться не стоит? Или все-таки уже можно к шубкам присматриваться? Думаю, просто очень хмурый месяц октябрь, его грязник называют, и ноябрь контрастный. Поэтому пораньше спать просто ложиться надо, и все. Чтобы потом с утра посмотреть, кто в чем вышел. Ну, то есть, такого чего-то экстраординарного пока не ожидается, либо мы, как, собственно говоря, и синоптики не предсказывают, и мы не предсказываем, как климатологи. Ну, это простая физика атмосферы. Чем больше, чем теплее, тем потом, конечно, заток холодного воздуха круче. А у нас в зимнее и предзимнее время очень велика вероятность вот как раз циркуляции воздушных масс. Откуда придет ветер. И где застрянет. Да, вот если северо-восточное, это называется ультраполярное вторжение с Карского моря. И все почему-то забывают сразу про потепление климата. Про это даже сейчас не говорят. Говорят про изменения. Но этот год очень аномальный. Я вот смотрела карты синоптические. Скажем, за лето аномалия с плюсом была и в южном полушарии, и в северном. И огромная аномалия с минусом в центральном регионе Москве. Поэтому вот они греются, им какой-то бонус. У них причем уже не первый год, я хотела рассказать, в Москве постоянно жарко. Да, есть ли надежда, что у нас зима будет теплая? Или все-таки наоборот, вероятнее всего, она будет очень холодная? Ну, я думаю, она будет умеренная, как последние годы. Вот как в сравнении, например, с тем, что уже было. Потому что, конечно, вот если 30-градусные морозы, у них вероятность довольно большая. Но они не продолжаются долго, слава тебе, господи. А минус там за 40 это было в прошлом столетии. То есть все абсолютные минимумы были перекрыты в прошлом столетии. И пока, ну, я думаю, что... Не ожидаю. Хотя вот в Сибири были жестокие ведь морозы, и смотрите, потом страшные пожары. То есть у них континентальность как бы еще возросла. А мы так посередке, посрединке. А с этим все будет уверенность. Пусть там холодная, теплая, главное, чтобы снежная была зима. Екатерина, спасибо вам большое. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. У нас была Екатерина Пестрякова, климатолог, доцент кафедры геоэкологии Челгу. Ну, а как в такую погоду куда-то ехать, что-то посещать, смотреть, и можно ли? Мы вот узнали, спросили у наших жителей, какое место на Южном Урале рекомендуют они посетить. Давайте посмотрим.